Как будто я из предыдущей серии Томаев украл машину в Ингелде И кричал на весь мир, что это моя машина Как можно машину сжигать? Ну я не понимаю, брат Вот сейчас я как будто почувствовал, что эта машина Как будто бы оставила след за собой какой-то Смотрю, надеюсь, видос поправить У меня не будет воды, грязи, воздуха, говна, огня Там все подряд 8К качество делаем Один лайк кто-то поставьте И все, поехали, хорошо? Давайте, телюю Заново ладает Показать хотят, да? Успокойся, успокойся, ты понял меня? Не надо говорить, если я тебе хорошо отношусь От того, что он заплатил 160 миллионов рублей Мое мнение по отношению к нему не меняется Кука! Ну вот как можно машину сжигать? Ну я не понимаю, брат Вот я реально говорю Я сейчас не как сплетница какая-то здесь Алух, здорово, брат Я не как сплетница, брат Вот как можно машину взять и просто вот ее сегодня есть Завтра нету, брат Это то же самое, что забрать и друга выгнать с хаты Выпить тут нахуй Метон одинаковый Реально Я не понимаю Друзья, приветствую всех, всем ассаламу алейкум Вы на канале Асхаб Тамаев Ну что ж, прошло больше двух недель, как я разбил фриору венгалби Разбил уже второй раз ЦЛС венгалби Якобы та самая легенда, которую у него поставили Так, новые шмотки Тамаева есть? Угналы Называй как это хочешь Да Но почему ты не постарался забрать у меня свою машину со своей рекламой? Неужели тебе... Брат, что за вопрос странный? Потому что это твоя машина! Брата, это твоё? Тебя за это твой босс не поругает Я думаю, ему это очень сильно не понравилось И, кстати, да, есть люди, которые говорят, что я получаю за рекламу энергетика Вы что, прикалываетесь, что ли? Неужели вы думаете, что они подписались на то, чтобы я так снял эту рекламу, так унизил? И вместо этой рекламы я приклеил другую рекламу Ту рекламу, которая стоила бы приклеить за такие деньги Объявляю конкурс для видеонарезчиков Шорт, рилсов в инстаграме, тикток и всему тому подобное Тут 2,5 миллиона рублей Вам нужно сделать видеонарезку с этого ролика Также вдобавок к этому видеонарезке Вы можете использовать материал с Монстроем От Метал Сбэнгл выделишь за собой Добавить эту видеонарезку к себе в инстаграм, ютуб, шорт, тикток Неважно, куда угодно В описании главное отмечаете мой инстаграм аккаунт Томаев А также инстаграм аккаунт Монстрой И всё Ох как! Опа! Я выберу лучших 25 рилсов, ну, видеонарезок Которые наберут больше всех просмотров И каждому отправлю по 100 тысяч Срочная новость КС Го Ран сошёл с умы Раздаёт бесплатные скины всем новым пользователям Бегом! Переходи в телеграм-бот по ссылке в закреплённом комментарии И хватай секретный промокод Поднимай топовые скины и не выходя из телеграм Играй в свои любимые режимы И прокачивай свой инвентарь на КС Го Ран Ну всё, стартуем, ребят Эта машина мне не нужна Основная задача Ох как! Что дать тебе? Мне показалось? Почему я отобрал у тебя эту машину Чтоб дать тебе урок Я прик... А, бля Бля, послушайте Понимаю, ты усвоил этот урок Потому что... Иначе ты приехал бы И забрал бы Хотя бы постарался бы забрать Брат, как он может забрать Если это твоя машина? То есть это вот По закону твоя машина Как он её заберёт? Эту машину Никак Вдобавок я ещё думаю, что У тебя не хватило духа Хотя ты говорил, что у меня не хватит духа от тебя отобрать Я хотя бы приехал Я хотя бы постарался Но ты даже это не сделал Почему? Ты же мне в день, когда я от тебя отобрал машину Ты же сказал Я приеду, я отберу машину Почему тебя не было? Я понимаю, у тебя были какие-то проблемы, может быть Базара нет Две недели Хотя бы на один день Но не приехал Брат, я, что ты понимал Неделю хожу И как долбоёб Про себя Или вслух Говорю Это моё Это моя машина Бля Я уже заебался от этого Я не могу от этого избавиться Как от этого избавиться? Можешь сжечь губы Тоже как Маострой В общем Я свою задачу сделал Я надеюсь Дал тебе уроки Твоему боссу Что такие выходки Со мной не прокатят На аудитории Ахмеда Как бы мне всё равно Вот реально всё равно Я хотел бы, чтобы вы писали Там комментарии плохие Да Я вообще Кто такие фанаты Ахмеда? Кто? Маленькие дети Начинаю там 7-8 лет Я нахожусь в Махачкале На той самой локации Где Ахмед Снимал Все свои Машины Тот самый ролик Витым ЦЛСом Пощады не будет Твоя тачка Будет сажена Которую разбил Опять же я Я ему Скинул локацию И Надеюсь Он приедет И да Самое главное В этом ролике Ребят Впервые Наверное За историю Коллаборации С Венглби Я приехал Ну хотя Я всегда ему подарки Дарил Нет Там бананы Там не бананы Он мне Бугатти Подогнал Но в любом случае Ну без подарка Я же не могу приехать Тем более были праздники Надо было как-то Поздравить Отблагодарить Что за взрыв? Где? Главное В этом ролике Ребят Какой прилет Долбоеб Которую разбил Опять же я Я ему Это же это Как у Венглби Он тоже так Венглби делал Скинул локацию Это же машинемонтаж Отвечаю Я механик Я автомеханик Я знаю что это И надеюсь Он приедет И да Самое главное В этом ролике Ребят Впервые Наверное За историю Да Дим Дим не успевает За этим За кадром Прикольно Да Надо было чуть еще Вот как будто Вот кадровка Коллаборации С Венглби Я приехал Ну хотя я всегда Ему подарки Одарил Нет Там бананы Там не бананы Он мне Бугатти Подогнал В любом Ракетка Таваева Не набрала Нужный коэффициент И упала За его спидой Тоже как Не могу Приехать Тем более Были праздники Надо было Поздравить Отблагодарить Его Помнишь Он тебя Подколол В Сочи Говорит Что ты пытался В машине Найти что-то Типа подарков Да Но и в итоге Не нашел Подарки Есть интересно Что-нибудь Подарить Ищет Ваши А знаете Что там Ничего нет Ищет Что подарить Но я сегодня Подготовил Нереально Крутой Подарок Покажешь Так давай Пройдем К нашему подарку Давай Это Вот В этом Эвакуаторе Мой Крупный Подарок Такого Подарка Наверное Он в жизни Не получал Охренеть Это что там В принципе Этого Подарка Хватит Чтобы разделить Ну пополам Да Пусть половину Оставляет себе Ахмед Половину Этого Подарка Оставляет себе Ну Литвин И да Этот подарок От меня Вот этот Подарок Чисто От меня От всей Души С этим Подарком Можно делать Все что угодно Клеить туда Наклейки Рекламы Все Уже Подарок Есть Подарок Да Подарка Можно делать Все что угодно Верно Дима Подарки Это уже Не гонка Это все Уже Это замечательно Подарок Кстати Сумку я заберу Конечно Сумку я заберу Внутри Находится Подарок Этот подарок Знаете От какого Человека Какого Называйте Этого Человека Как хотите Я к этому Человеку Отношусь Очень Плохо Реально Я ему Плохо Отношусь Но этот Человек Спонсировал Сегодняшний ролик Заплатил Просто Нереальную сумму За эту сумму В принципе Можно было бы Купить Честно Сколько Не даже Жестко Это будет За этот Бюджет Который Заплатил Этот человек За это Виде Можно В принципе Купить И Ахмеда И того Человека Бугатти Чуть Чуть Не хватает Короче Это Небольшой Подарок От этого Человека Этого Человека Зовут Мелстрой Я к нему Опять Отношусь Плохо Но Я ему Не мог Отказать Брат Ясен Сколько Денег 160 Миллионов Охуеть От души Охренеть Нереально Такую Хорошую Сумму Я Ахмеду Говорил Я не против Рекламирую За хорошие Деньги Но не нужно Дешеветь Учитывая то Что он снимается У меня в роликах А у меня реклама Чтобы ты понимал В одном ролике Стоит 20 миллионов рублей Давайте Братья Всем общий Я на Итут А ну-ка Отойдем 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 Вот так Отойдем Пустые Разговоры Да прикинь Отойдем Отойдем Братально Он вот так Отойдем А ну-ка Пойдем Без камера хочу поговорить По итогу Ничего не бывает Все Тебя ждем Ахмед Второй ролик Уже начинаем Ждем Ахмеда Да ждем Ахмеда Постоянно ты приезжаешь На виски хуярю Он приедет Он не приедет Разбитый Он приедет на приоре Он приедет на приоре Знаешь почему? Почему? Потому что я в любом Он будет думать Что я могу разбить его машину И ну самая дешевая машина Это приора И в целом Неправильно сказал брат Вот здесь ты ошибку сделал Не дешевая Дешевая Ну жертва приора Но ничего страшного Понял Создалось не хочется Ему наверное М5 Он вообще не приедет Потому что он думает Я ее тоже отберу Кстати многие не знают Почему я смотрю на стриме Видоса на мая Потому что во-первых Он мой брат Во-вторых Он мне платит 2,5 миллиона Миллиона Месяц Короче Ждем Ахмеда Дешевые Да парни Но это многие не знали Кстати сейчас Девочки смотрят Стрим или видос Все прекрасно знают В сфере блогерской тематики Сейчас я номер один Так Ни его босс Никто Нет конкурентов Сейчас каждый Вот тренд ютуба Зайди Асхаб сама Первое место в тренде ютуба Где вы такое видели 8-9 роликов подряд Первое место в тренде ютуба И я что говорю Человек который снимается На моем канале Это реальный ул Уровень По факту Ахмед уровень И он Работая за копейки На другого блогера Обесценивает мой труд Я говорю Я же говорю 20 миллионов Лееее Я не проект Пока что Я не проект Я еще На стадии разработки В рубле стоит Моя реклама В выпуске Это минимум Любая реклама Ну а кто-то заплатил Там в разы побольше Конечно же Ну а Ахмед заплатил В разы поменьше Ахмеда заплатили За рекламу Да Я говорю Не обесценивай мой труд А сколько у тебя Ахмед получает Слитэнерджи Поэтому как-то так Надо узнать Ахмед подъехал Погадать хоть, да? Бля, вот это Дрянно резкий Пиздец Бля Хорошо подъехал Брат Погадать хоть, да? Бля, красавчик Не могу Бля, он как босс Подъехал Бля, буду Смотри Босс подъехал Бля,297 Бля, джон Пошмар появляется Бля Показать хоть, да? Оу, мой брат Барса Я здесь, брат Я в городе Я Сочи Братуха Я здесь, брат Этот запах Нереальный Поп take За Может, если Подкинь После этого видоса Давай, делаем Делаем Что, нормально Починили честно такая зазоры у тебя большие тут? Бля, да, да, Ренат. Ты не думаешь, что еще по второму разу могут ее сломать? Салам аликум. Алика насалам. Бра, боже их. Почему в куртке? Зачем приехал? Салам аликум. Алика насалам. минус рэп это не ожидал брат я ожидал воздухе не верят оставить салам брат вот и салам взял бы тебя захейтит комментариях я проект рад я я молчусь молча сижу я проект я не проект я эскиз хотя бы руку могу про счетов не суть коротко я хотел ну зачем ты не смотри если вот так общаюсь кто хотел кто не хотел до закинул столь за 9 апреля позавчера сказал что вот это мне не оставишь вот мне интересно было посмотреть во первых что ты делаешь и ты решил сам с камерами сюда приехать да ты же публично выставил stories публично вот так разрешить делать что-нибудь я ничего не сделаешь смотри что послушай меня внимательно узнава не будем мы с тобой лишние темы заводить почему-то губы смотрит асхаб я бы сам деньглаза губы были вновь или не приехал поиска за две недели не приехал я я когда выложил stories позавчера правильно ты собирался выехать ты сейчас сюда зачем выехал с камерами друзьями своими с друзьями миг на микроавтобусе приехал сюда чё ты у меня много оператору ты хочешь скажи что ты хочешь от тебя от тебя как будто ты извинился я хочу чтобы ты извинился вот сделай мне что-нибудь я сделаю что ты мне сделаешь я вообще не хочу с тобой на камеры разговаривать идем без камер пообщаемся я тебе контент не собираюсь с камер все по сценарию просто вот все как сказал ахмед брат если ты со если мы отойдем подберешься я могу отойти но мы драться с тобой не будем верно мы взрослые люди я хочу единственно что ты извинился за этот поступок за эту рекламу ты неправильно поступил от меня ну реклама энергетика ты неправильно очень некрасиво это сделал ты понял что это твой косяк огромный отчет туда показываешь а туда что показываешь я тебе подарок приготовил я тебе закалился там ешка я единственно хотел дать тебе урок машина подожди подожди подавим просто так я придумал я там моего на день рождения подарю турбину такую вот и в нее компьютер зато сумму подарок от меня понял а подарок как мы знаем это то что можно надо даже не будет делать то есть подарки можно делать все что угодно ты не сжег машину ты не жег ту машину которую выиграл у меня то есть договор был такой должен был жечь да я позавчера у меня тоже есть такой я знаю позавчера выложил stories что я это так не оставлю ты сам решил прибежать сюда с машины следующего я тебе ничего не сделал следующий вопрос нет следующий вопрос а если я и жег бы сегодня что-то поступил бы сам жег бы ее как ты поступил бы ты не сдержал слова сломал если должен был жечь ты сказал я сожгу не получилось детский рад можно открыть смотри детский разве тут и детский тут подарок поздравляю тебя это подарок от меня и этот подарок в итоге прикиньте кто мог додуматься что за всем этим сценарием за всем этим спектаклем театра стоит малстрой прикиньте охуеть интересно ли ты тоже в этом участвует латвин в принципе вы вместе с лицом можете разделить пополам это твой годовой бюджет за рекламу не принимаешь не принимаю подарок подарки не принимают почему они от тебя подарки не нужны подари тогда литвину босса ему понравится подари ему ахмед посмотри на тот подарок который я приготовил ахмед надо было мне быть сценаристом надо было в эту на багажник машин засунуть маленький большой динамик и на этом динамике включить до плутузе когда открываешь багажник чтобы было было голосовое сообщение от монстра я что ты лысый плаки-плаки или нормалдаки вот это по правилу бы я уверен что хоть очень охуенно подарок но уверен что он они не лысы что ахмед пойдем посмотри подарок ахмед в бля ебать у нее хорошо поприлили порядок тюнинг монстроя в онлайн в эфире процесс не кажется а зачем он закрытым эвакуаторе привез это очень дорого стоил знаете 2100 150 хотя бы он строй платит чтобы не спалить до наклейка на ее спалили но вы наверное уже догадались да что там будет посмотри на это тебе нравится война наклеек вас пикили настрой чтоб ты понимал чтоб ты понимал я ее при полный порядок да да подел вот эту часть которую ты до разбил в аварии приклеил наклейку чтобы хайпануть я эту часть починил ту часть починял поменял резину я не чтоб хайпануть привел полный порядок даже масло поменял этой машине что ты понимал это подарок мне не стыдно подарок долить я залил полный бак бензина сотого бензина это тебе заплатили за эту наклейку за эту наклейку говорить не хочу монстрой монстрой связался говорит короче в итоге он скажет ли я знаю что ты отбираешь машину у ахмеда да я ненавижу я ненавижу литвина вместо этой рекламы приклей мой никнейм да кстати это правда реально у них стиме сим контуры давно причем я правда не знаю из-за чего но помните когда мы сжигали свою машину и когда речь зашла про литвина мало строй так чуть поняли типа ну ну короче видно по нему было что его не по правилам что мы упомянули мол это латвина не знаю из-за чего у них суета пошла из-за чего откуда вообще кто знает историю почему латвина мало строит суета и наоборот и получается он короче это все машину оплатил тебе за машину тоже и вдобавок и вдобавок помимо хренеть занимается как ты можешь у него деньги брать не это уже знаешь чисто вот совестливый разговор да вот давай в без это без вообще без левых вот этих вот разговор реально вот мы живут с тобой стоит мы же как-то знакомы с того может быть ужинали где башу вот так я тебе вот говорю мы где-то может быть вместе сидели за одним столом разговаривать так ты можешь у этого человека брать деньги мне просто интересно а ты как может у того взять деньги а за этот энергетик а не будем и знаешь что очень глупо выглядишь да очень глупо да да может это выглядишь который нарушил я не нарушил наш договор я привез себе машину обратно детский сад брат где ты где ты он мне пищу показывал мне нужна мне подарим литвину понравится ему тем более не нужна знаешь почему знаешь почему он тебя просил на рекламную заклеить верно попросил и да вы это подарок тебе от монстрое мне не нужны подарки подарят монстрое мне нужны подарки тут твоя м5 твой целый твоя приора и да кстати я же разбил на твой целый с твою приору твою м5 тоже разобью за вперед я вот тоже у тебя на мостой попросил да тут 15 миллионов рублей может проверить они настоящие в принципе типа выдумал общение проблемы за что у меня аж сегодня потекли любые бабки сука ну бля че заканаш пози проглочу за что просто под а просто вот так подарок а что питом венглбе связался с монстрое там он у него подарок взял латвину это не понравится это что мы венглбе через свой же принцип пройдет у нас какая схема прошла или не прошло не буду понять пока сумка я тебе не даю реки сумку давать тебе не хочу я вот 15 миллионов рублей а взял принципе ты можешь купить починить а то что я тебя разбил пару ешку не возьми возьми ты на камеру не хоть забрать не возьмем вот я черт и не мужчина если возьму эти деньги возьмем не возьму целая закину аккуратно не 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 пусть себя ставить кто это мол строй ты говоришь да возьми забери это говорит себя не нужно не нужны ладно он че меня купить что тебя думает смог купить меня что ли купить нет тебя дешево купили литвинжер рекламу купил у тебя у меня смотри я тебе я готов вот эти деньги сюда закинуть и сжечь вместе с машиной давай уча же сожжем машину это я вот не я одно не поймаю вот это как можно от мало строя просто байк брать бабки вот еще и какие-то вот там там сжигать машины такие я вообще не понимаю я ее не считаешь и мне на 100 лет не нужна я свой хайп получил я свои ролики снял рекламу летэнерджи сделал день свою то что я хотел мне то что надо сделать я сделал смотрите и сделал кстати присвоителей нормальные нормальные точные деньги вот эти грязные нет момента вопрос чтобы видеть просто вопрос такой смотри ты что пудам бы дали мне комментариях по и подписчику что то польшу деньги ты проверю на пальч evenings я проверю блин я вижу я встречу не внутри мне это деньги попросили передать тебе это не моя могу что бывает я то що мне надо было делать все делаю вот сейчас чтобы вот сейчас сжечь ты готовы и машина не мужское слово вот руку пожми мне давай что ты не будешь этот ролик на две части разделяю с ним то что я сделаю в этом ролике ты до конца когда как мужчина слова даешь линуть на что-то будет делать идем сжигать она в идеальном 8 миллиона минимум стоит не нужна я 15 отказался 100 лет не нужно 100 лет не нужно подумать от души я тебе закроем тему я то что деньги так на руки за чуть улыбнулся это не значит что я очень хотел их взять ну просто нет дальше смешно стало смотри смешно стало от того что ты всерьез подумал что я эти деньги возьму ты верил в то что я это возьму от того что он заплатил 160 миллионов рублей мое мнение по отношению к нему не меняется ни один человек не мог бы заплатить такие деньги в этом выпуске как он это факт и кстати да и кстати да он предлагал а спросить цену сколько стоит ваша компания энергетика он хотел ее купить и я как будто смотрю marvel где короче есть и по злодеи поняла есть типа какие-то супергерои бля томаев ракета ракетка блять банан целес бля я че вообще смотрю я баху куда я попал бля тони старк мало строит это тот этот бля пиздец вот что что компанию он то что проще происходит да ну да не сможет да прикольная суета медиа сфере прям не поправлять щас буду смотреть продолжать молодцы бля ладно я такую дрянь не купил бы за миллион рублей ладно в целом не будем рекламу делать все могу спускать все бля в ингубе сейчас вот эти взгляды ну бля надо было взять блять сука наху я такой принципиально вот так думать с вами будем рекламу делать все могу спускать блядь 15 минов скуста как с нихуя просто думать блять нихуя не надо было делать ёбану род 2 м5 м90 под жопу бля ушел на зеленый блять хоть каждый меняй мотор блять блять я еще резину поменял бы бля мотор бензин масло бля поправил баба ноги нахуй надо все спускаем мой подарок когда ахмед получал вот такой подарок на цене и поймем минималки в 8 миллионов рублей когда ахмед получал такой подарок никогда в жизни короче что рассказывает подарок от меня я взял бы бабки мне пух бля буду брал так то есть прямо те игру честую я взял бабки мне вообще похуй он мне поебать пацаны вот как это может быть постанова вы реально думаете что малстрой не давал деньги и вот он просто вот так вот здесь так упомянут просто я я не брат ни за что не поверю что это постанова что блять малстрой им не давал деньги мне кажется реально давал брат митз найман строй похуй он просто может просто него хоть стать а можете по машину подарить он своим подписчикам м5 90 просто из того что вот просто по кайфу было бля вот просто вот так да раба хули брат здесь еще ничего зазорного в этом нету брат и там не в жопу же ебешься эти деньги забирает и же не позже идти не просит на хуя сосать или что-то так или какую-то грязь сделать просто просто дарить деньги бы просто подарок типа ты взамен ничего не просишь ничего не делаешь не но то что литвина обидится да может быть да не но это да это уже взаимоотношения ты портишь с людьми скорее всего да такое такая тема есть ну и что рашан же взял бабки за за то что ешку жёг уже никак не спорта нашей на отношении тем самым с литвины правильно вот и все как же верно брать не 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 пацаны это было не до латвина ну какая разница брат они тогда уже были ссори с малстроем не брат да причем тут ли вики зачем вообще поднимаете брат вообще чате забаньте таких типов нахуй такое то поднимаете бля да и где ты себя ведёте просто блин как можно только такого подарка отказаться так он не продался и вот именно тут настрой ничего не покупает у него то есть не дает ему взамен ничего не с свой ничего не просто подарок ну вот просто как донат закинули мне сейчас на стриме это то это же не считает что я продался просто человек ну просто подавил не день просто захотелось это кто как восприятие то у каждого разное брат учета е63 тысяча очень красивая посадки не хватает она же на пневме да эти деньги 15 миллионов рублей что потом не говорили фальшивки 15 миллионов рублей что такое фальшивки не фальшивку показывать ты машину чё делаешь правда как понять грязные деньги или чистые ты сам не знаешь откуда эти деньги приходят вот сейчас сел знать 100 рублей допустим да вот на на стриме вот 100 рублей мне кинул ну откуда я знаю чистые линии грязные ну бля ну даже ты и сам себе голову ебешь морочишься в самый чистый деньги да какая нахуй разница возьми да бля за эти бабки взял бы в ангелбе знатил бы их детский дом да кто ему слова сказал бы никто бы ему это слово не сказал вот и все брат так и просто пойти мне это так работает это деньги это деньги я отправлены тебе я считаю резко стали белыми да ну вот ты их что будешь им делать о тебе не нужны не нужны ты и сжигаешь да как мужчина даешь тебе слова да давай и я давай у как ты кто еще чтобы перед тобой 100 вода я же сказал я сожгу вот сейчас же давай не мужчина если не сожжешь вот машина ты за своими словами следи понял понял я я-то ее сожгу но ты кто-то слушать ему не говорит есть я это не сделаю или если я это сделаю разговоры не делай вот это слово мужчина не мужчина оставь понял хорошо хорошо был не прав вот ты извиняешься за это давай ей извиняешься за это конечно ты веряешь меня извиняешь меня извиняешься про знаешь что что они мужчина это неправильно поступил извини меня когда я неправильно поступаю куда говорю я могу извиниться а то есть в других ситуациях ты правильно а в другихıllем к себе так не неразначен я других ситуациях ты прав был да да я подумал Я по отношению к себе не разрешаю так говорить, не мужчина, если это не сделаешь. И по отношению к другим я позволить тоже не могу. Но эти деньги, 15 миллионов рублей, мне тоже не нужны. Если ты ее сжигаешь, эти деньги тоже пусть сгорят. Мне проблем нету. Это ты передо мной извинился, потому что знаешь, что спрос бывает за такие слова. Давай так не будем, давай так не будем. Давай так не будем. Ты мне не можешь, как ты хочешь со мной разговаривать. Успокойся, успокойся, ты понял меня? Не надо так говорить, если я тебе хорошо отношусь, не надо так понял. Спустись отсюда. Спустись, я тебе серьезно говорю. Уфи! Что ты серьезно говоришь? Закрой в рот Ахмед. Закрой сам. Закрой сам. Оху! Оу! Тормозите, пацаны. Стой, стой. Идем, отойдем поговорим, если ты хочешь поговори. Пойдем, отойдем. Подожди, что? Ты что сделаешь? Ты что сделаешь? Подожди, что? Чего? А это куда? Они куда? Я могу вот так тебя взять, Ахмед, вот так могу тебя взять, понял ты вообще? Вот так могу взять. Что ты делаешь? птичку снимаешь я посмотрю если я приду синяков ну все мы друг друга поняли короче смотрите куда поставь птичку вот так меня устраивает мы без камеры поговорили друг друга поняли и да в общем ахмед хочет сжигать машину сжигаем и уже дальше расходимся верно все погнали 15 миллионов рублей он также решил жечь машину тоже пожалуйста 15 миллион плюс 8 против ничего не имеем нет деньги не нужны поэтому как ты сказал делать все погнали я опять же говорю это не моя машина это подарок да как это не твоя машина брат это твоя мужчина это что дело есть именно твоя по закону на твоя номера здесь тоже твои разины тоже твоя вот а подарок он не принял каким бы он не был вот есть подарок поэтому если он хочет сжигать мне на фиг не нужно но выжигает но я не жёг бы вы чего сделали бы если у вас было бы потом подарили бы да держу 63 15 миллионов рублей вот мыл строя взяли бы или нет брат бля буду ешку бы на хуй жёг для контента 15 миллионов рублей вот все подчистую все 15 зарезил бы вот просто нуждающийся дал вот просто вот так сделал вот так реально говорю и кто искал бы что тот тридцемер на хуй вот так понятно смотри какой момент это он играет в анти вот так бы нам узел не настолько плохой человек понял ну ладно 500 рублей зал бы байкал за деньги угодно проехали чего угодно сделает но сам по себе чисто работа чисто бизнес чисто бабки заработали все понял момент ты же лучше меня это короче чтобы там ни было как бы там ни было от мы устроим не вот эти вот подарки не нужны и то что асхаб пригнал сюда машину это расскажем он делаешь барс не разрешает все отдавать типа вот молодец машину мне дарит это мой устрой все проспонсировал да и конечно же мы устроя это все проспонсировал из-за того что вот в этом ролике буду я понял этот ролик из-за меня наберет просмотры не дарится наклейка ему строя по ему заплатили деньги я не знаю сколько не за правда не то что он сумму назвал правда но чтобы там ни было как бы там ни было вера часу я кто уже сто лет не нужны да может быть они мне поменяли бы какую-то погоду но я отказываюсь от этих денег я отказываюсь от этого подарка красивый брат банан что не сделай брат банан реально легенда брат это я же как и будешь забирай ее жигай не не давай на эвакуатор загрузим я не хочу чтобы она вот это позорная наклейка по дагестану ездила позорная была лид энергии брата давай на эвакуатор загрузим закроется и прямо на локацию одного оператора мне тоже дать сразу бензин возьмем не переживай твоя машина поэтому единственно чё если надо я заплачу этим эвакуатор щекам пусть отвезут куда я скажу давай давай конечно твоя кто бы спорил по то что один оператор с ним не поедешь жопа есть поспорить куточки охуеть богаты два целом заплатили за рекламу на интеграцию ах как красиво брат очень красивый я воранный бля вот сейчас я как будто почувствовал что эта машина как будто бы оставила след за собой какой-то и стала не менее легендарная как целая по моему этого монстры вон голуби бля как же а как же мем это моя машина это с этой машины будет связано все стороны и мой деки что ребят легенда так что она легенда но сказать что много ролика было снято наверно про эту машину знают все кто следит за ютубом это машина уже не моя машина ахмеда хозяин барин как говорится и он принимает последнее решение в принципе и когда ее отобрал я мог ее сжечь разыграть среди вас продать заработать оставить себе много было вариантов и принципе нет нет никто меня не смогу ее отобрать но неправильно было бы и оставил бы себе это подарок от меня ахмеду за эту наклейку понятное дело я заработал как вы уже наверно поняли 160 миллионов рублей это не говорил конкретно 160 миллионов рублей заработал эти со 160 миллионов рублей подарок не принял и решил все это сжечь поэтому я понимал конечно что наклейку он в любом случае снимет я хотел чтобы он эту машину принял с наклейкой и в принципе если он сказал бы давай сейчас же загоним эту наклейку потому что да может быть для него будет стремновато с наклейкой может быть а принципиально захотел бы потому что литвин все равно но не согласился бы ну и он ему было поэтому она будет сожжена сегодня по сути просто спичками не хочу поджигать машину так что не написано на руке надо купить сам сам вел сам рам а сайрам где переводится бензином этот салют шмальнуть в машину как переводится как тебе идея хорошая даже так по лежачкам аккуратно проезжаем мягко никак нас как это переводится фраз ой блин а вот это не я только сейчас спалил это что это обращайте внимание здесь друг сидел рядом короче я этот он что то шутил шутил я его подключил хотел ударить бам размахнулся и через этот понял момент понял понял такое тоже бывает в жизни веселька ой блин когда женщины с колясками проходят обращение вот всем владельцам аппарата с громким выхлопом так медленно аккуратно проезжайте потому что ребенок может проснуться понял да для себя знаю в будущем да я так тоже делаю да нормально выгляжу да в парикмахерскую надо было сходить да бодряк да ну че там волосы сам тут убрать ну ничего да нет нормально собрал какая разница уже так осуждаю гадилла ты долбоеб убиваешь меня таких сбивок конченый дебиль бля значит нужен дебилитара получается да да я узнал один но там он еще дэх значит праздничные дни и все дела бля почему они так похожи следатам там я не могу бля ну реально копия брат Лисика ты еще не видел по поводу брака у тебя лобовое почему такое грязное а? у тебя лобовое почему такое грязное Ça лобовое почему такое грязное бог cелец детства нельзя на солнце без одежды стоять по чтение называться вроде hollotEPлотин плотин а я не знал брат не обессую я думал просто куртю по кайфу и почистил в керамике да машина это зеркало убьет меня скоро отвечаю и не увидишь такое никогда я так диск помял я теперь когда 270 еду у меня чуть дрожение есть блин а что я про с эту курсу это увидел момент это монтаж это графика компьютера поправить их диска видел я даже не припомню сики сега 250 10 40 поедет макси здорово рената зарезали говорит по сути я не пойду ли я не понимаю на пацаны в эгалке у себя на хорошем брат он он махачкале брат он себя как на хате брат чувствуете никто и не сможет поспорить так вроде бы как мы доехали а где у него пульты от светофора как в такси вот это чек переключает управляет о о знакомая тема здравствуйте просто салюты дайте нам пожалуйста как палка да а какие самые заряженные много то что на руках можно будет держать да мы возьмем на себя тогда послабее дайте перчатки вот это за руку в небе не нужен нам особый эффект а нам много не нужно зарядок пистолет макарова да я думаю чё так нам сказали что салют из рук нельзя запускать но мы запустим на свой страх и риск тоже верно что маловато взяли брат побольше они делаем ни в коем случае не повторяйте это правильно так сейчас надо купить бензин какой бензин по соты самый дешевый неплохо горит брат что-то неправильно дешевая машина дешевая наклейка дешевая реклама не не брат я знаю сразу беру пересоты у него октан выше и он бахает лучше дешевый асхаб томаев и бензин тоже должен быть в таком случае дешевый понимаешь девяносто второй машин этот не знаю партон знаешь есть цена а есть ценность я такой мол такую фразу понял сам взял с головы где-то в рюсе инстаграме увидел и такой стреляет 8 до 1 берем до какой-то 81 что как думаешь вот сколько нужно бензина что-то сжечь машин до особо много не надо 67 этих далеко за мага не старом до канистры мы надеюсь найдем обычно на заправках продаются даже продаются добрые пластиковые заедем на заправку я уже вижу вот отсюда через стекло красные канистры которые мы купим даем здравствуйте можно у вас купить вот эти канистры все которые есть дайте и наполните бензином еще вон там где-то были 9 9 10 литровая не да это 90 литров получается охренеть захват как будто машину мы хотим сжечь мерседес ешку серьезно говорит сто процентов а уже по новостям показали дагестане там так надо долго объяснять ладно давайте всех заполним 92 бензином по новостям зале вы как думаете хватит это на машину хватит мерседес нет сжечь они думают что мы шутим только в дагестане этого что заправка приехали так это а также скажет позги не делайте оха хаха хахаха и ну уже мы говорили новый новый за старый год даже думаешь не внезапратно они тоже в курсе этого брат это моя машина не в курсе раз два три 4 5 6 7 8 9 Надеюсь продолжение не будет телеги, я просто сразу экстра спрашиваю, вот надеюсь не будет этого, брат? Да, я в багажнике сейчас место подготовлю. Слово дал, как мужчина, все понял. Держи. Вырежи это. Почему? Просто. Так, хватит места. Я думаю, да. Я тоже так думаю. Ютуб пропускает или нет сегодня? Надо узнать, позвонить пацанам. А, СЛС, какой уж красивый, брат. Все, можно? Я же хотел себе друга на СЛС, и вы познали. Второй, второй. Почему второй заливает? Он же хуже, горит. Смотри, здесь уже какая картина. А можно считать? Раз, два, три, четыре, пять. Еще четыре. Вот можно считать бензин? Заправку бензина, да? То есть, ну, заправку ты наехал, заправил с бензином. То, что ты отправил деньги на ветер. Почему нет? Ай, тупой эщ, если, блядь, все твои, блядь, весь твой бензин выпаривается, выхлоп делает. Может, кто-то туда едет. Ну, на ветер же. На движение? На зеленый? На красы тебе. Он что, в тапочка? Реально, брат, в тапочка. В зад багажника кто-нибудь залетит на скорости? Ну, ты когда вот пьешь, например, да, вот, сок, допустим, и потом пукаешь. Ты же на воздухе, правильно? На здоровье. На здоровье. Сгорим. Не говори такие вещи. Может быть, и нет. Это то же самое, что я скажу, ты с крыши спрыгнешь, не умрешь. С одиннадцатого этажа спрыгнешь. Так, что там, это готово? Куртка, гучьи и тапочки. Красиво же все выглядит. Ладно, прямо сейчас мы выдвигаемся в путь, едем на локацию и поджигаем ешку. Бля, интересно. Ага, потушить, чтобы они взяли с собой. Подготовились, молодцы. Ох, как красиво. Очень красиво, брат. Место, смотри, хорошее, какое. Очень. Вааа. Ваа. За нами кортедж из пяти автомобилей. Нет, шести. Вместе с нашей шесть машин. Это эвакуатор, который везет ешку. Эвакуатор, который будет забирать ешку. Асхаб там на минивэне со своими друзьями. Плюс там еще кто-то, короче, шесть машин. Там команда съемочная. Целая вот эта бригада. У нас в багажнике 90 литров бензина. Я спички забыл купить. Я тебе говорил про это. Но я зажигалку взял. Ну все нормально. Все, справимся, да? Есть зажигалка, есть фейерверки, есть бензин. Все, в принципе, вся атрибутика, чтобы сжечь ешку. Я ключи нашел за один. Да же? Оно же? Это мандраж был сейчас просто без камеры. Есть, да, такая история? Нет, это не мандраж был, брат. Я, кстати, нервничал, знаете, когда сжигал. Сплеск счастья бывает, когда он тебя так импульсивно идет. Бывает такое у тебя? Конечно, конечно. Это у всех бывает. Просто серьезные люди это не показывают, понял? Переживание все равно есть. Это не переживание, это... Прям, блин, тебя схаб 95-й бить заливал или нет? Вот это самое интересное. Или сотый. Мне кажется, он через себя не смог бы переступить и сотый залить. Сплеск счастья называется. Выброс дофамина. Понимаешь? Самый красивый седан в мире, по твоему мнению. Быстро, не раздумимый. М5 в 90. Меня спроси. Самый красивый седан в мире. CLS 63 AMG. Ну, один из, да. CLS 63, да, очень красивый. На самом деле, бля, я не могу очень поправить. Гаджи Шамхалский, здорово, брат, как ты? Во втором месте моя М5 в 90. Твоя М5 правда хорошая, красивая. Тебе какая больше нравится, моя или Аска? Честно. Честно, твоя. Мне тоже. Ну, Аска на любителя. Мне вот больше нравится Уэмбилби. У него со вкусом собранного. Аска такая, понял? Ну, типа... Аска стиль Рената. То есть у каждого разные вкусы, это нормально. Давай вот здесь. Наверное, можно уже остановить CLS. Ну, вообще, мне моя машина нравится. И выйти с машины. Ну, все, мы прибыли на локацию, которую нам скинул Ахмед. У нас тут огромное количество машин. У меня просто все машины... Да, 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 реально. Чисто азерский стиль Рената. Ну, у Рената все машины с этим капотом были. Карбоновым, черным. Ну, смотри. Мне нравится минимализм стиль. Видите, у меня вот все машины в минимализме. У каждого свой вкус, это же нормально, брат. Если все одинаковые были бы, то ни у кого никак не выделялась бы она. И все было бы... Или красиво, или у всех было бы хуёво. Поэтому нормально, брат. Погнали, уходим. Мне поправляют вот моя М3. Это бомба. И М5 поправляют. Смотри, вот такие вот желтые стены растут. Я считаю, что это одна из самых красивых седанов М3. Короче, плюс-минус где-то вот тут сажем машину. Вот, смотри. Вот тут она будет стоять. Все, тихо. Вдали от общества, никому не мешая. Плюс вот это водовоз есть. Эвакуатор есть, который заберет машину. Здесь ничего не должно будет остаться. Сама машина тоже сожженная. Пусть Асхаба ее себе забирает. Ты волнуешься, что ли? Нет? Такое чувство, как будто ты волнуешься. Чего ты взял? Не знаю. Чувствуется. Не, мне что волноваться? Я не волнуюсь, я в грамм не переживаю. Салют один такой мощный. Запустим в машину. Она загорится. До сла до конца будем ждать, пока она сгорит. И после этого с машиной делай все, что угодно. Я от нее отказываюсь. Да, то есть я должен ее забрать, да? Поверь мне, я найду, куда ее деть. Отсюда обязательно надо ее забрать. Заберешь ее ты. Нет, я ее здесь отсюда не буду забирать. Это же твоя машина, ты же говорил, она на меня оформленная. Нет, подарок, подарок тебе я сделал. Нет, ну о документах не указано, что она моя, поэтому ты будешь за это все отвечать. Хочешь, оставь здесь. Но загрязнение общества оставит металлоломку. Типа на мне, поэтому я даду тебя. Конечно, сто процентов. Так, дальше. Короче, вот от этой какашки. Видишь? Вот от этой какашки до сюда, получается, машина даже. Где жопа, это какашка, машина жопа. Понял? А морда будет вот туда смотреть. Вот так она будет стоять. Значит, метка вот здесь. Вот здесь морда. Тарантино диалоги, брат. Где какашка, задница. Кому ты так объясняешь? Мне неинтересно это, сожги это. Я сюда пришел посмотреть, как будут гореть, грубо говоря, 8-10 миллионов рублей. И еще добавок ты закинул на деньги. Ты знаешь, вот эта какашка. Это ты. Ну, это интеллектуальный разговор, да. Ну, детский сад. Да, но я сказал, пока ты это не сказал. Да, да. Я не хотел говорить все-таки. Я хочу сказать, что это очень полезная вещь. Платформа для почвы. Для земли. Здесь много вот так какают коровы. Из-за этого вырастают вот такие цветы желтые, понимаешь? Эрмей, тебе когда-нибудь дарили цветы? Нет. Нет? Вау, как мило. Вау. Блин, блин. Ты, наверное, видел разные рилсы, которые нам делают. Турецкие сериалы и все такое. Блин, реально похоже. Я хотел бы подарить тебе этот цветочек от души. Даже поле такое же. Чем ты сожжешь в CLS. Мне твой цветочек не нужен. Я уверен, что среди наших зрителей есть девочки, которые не получали цветы. А вы когда-нибудь отказывались от цветов? Что он несет? Что он несет? Я как брату цветок хотел тебе подарить. Ты хочешь казаться прикольным, интересным таким. Типа вот, знаешь... Такой... Бля, кого узнать? Типа это у всех, да, два цветочка? Означает, что на могилу. Что я просто не знаю уже. Да, у них тоже? Да ладно. Такой харизматичный, понял? Нет, все убираем. Хотел показаться романтичным. По отношению к брату. Но видишь, вот сейчас ты продолжаешь, вот именно вот хочешь вот... Короче... Слушай, ты помнишь, когда ты сказал, что я хотел... Мне стыдно иногда бывает с тобой в одном кадре находиться, когда ты разговариваешь, когда ты... А, это у них муха... Это у них муха-молокая. Но сейчас чуть монитор не уебал. Это у них муха-машине, ой, в этом. Ты помнишь, когда ты сказал, что я хотел... Мне стыдно... А, у нас и ты не ставит. Все, понял. Так, добывается с тобой... Вот это мой сука, я ее ловил. В одном кадре находиться, когда ты разговариваешь, когда ты шутишь, мне стыдно бывает с тобой в одном кадре находиться. Ребята, монтажор. Ты себя строжим умного. Хорошо. Со словарным запасом. Нет, со словарным запасом, наоборот, я всегда призываю тот факт, что у меня плохо получается разговаривать. Постановка слов неправильная. Обязательно, монтажор, вставь за момент... Но при этих обстоятельствах ты стараешься гипербола, там еще какие-то... Аксюмора. Ох как. Аксюмора. Ох как. Охренеть, эти слова знают, брат. Это же, да, знаешь, но не пытайся, если не получается. Нет. Ну не надо пытаться. А ты же заметил, что эти моменты разлетаются по инстаграму? Ну вот для этого ты все делаешь. Все разлетает. Это моя машина. Я всегда объясняю, что моя задача делать контент, на этом зарабатывать. И, монтажор, пожалуйста, когда он говорит, что я веду несерьезные разговоры, выставьте момент, когда он говорит про какашку. Все. Не, про какашку это вырежете. Не, 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 оставь, оставь. Так. Честно сказать, чуть-чуть жалко машину. Жалко у пчелки на заднице бывать. Ох как. Вражение. Короче, давай расчехляем этот. Урыл, урыл. Ешку. Все, забирай свою машину, открывай ее, ключи Толя, забирай. А, вверх вот так. Надо эти вещи ставить, да? Пацаны, закрепить надо. Не, прикиньте, сейчас вот эта машина будет гореть. Интересно их эмоции. Кстати, я что заменил, когда блогер сжигают разные машины, там, в комментариях писали, там, машина подставная, что это фотошоп. Интересно, нам будут писать, что это фотошоп? Видеомонтаж. Не будут. Не будут. А ты покажешь, да? Если бы ты сам сжег, сказали бы. То есть тебе поверят? Конечно поверят, я, я что. Я же не ты, братан. Братан, ты что? Получается, ну, твоему блогеру писали такие комментарии. Да успокойся ты уже, твоему блогеру, босс, шмоз. Не позорься, по-братски. На самом деле, так езжу. Вот все. 6,3. Пока не все еще. Это не 6,3. Это 63-я. Ешка в 215-м пузере. 5,5 битурбо. Нет. 4 литра битурбо. А, да-да-да. Да-да-да. Да-да, 4 литра битурбо. Все. Вот насколько я разбираюсь в машинах. Я как-то раз в своем ролике случайно сказал, что это в 205-м кузове. Да-да-да, вчера это видел. Да, но это не значит, что я не разбираюсь. Это просто я, не подумав, сказал. Ну, то есть я знаю, что это 213-й кузов. Давай я подниму. Ну, ты сейчас понежно, что на это или что, брат? Жалко даже. Да-да-да. Ага, рилсы снимает. Тамайев, рилсы снимает. Пошел. Нахуй ты еду кидаешь шлюха. Честно сказать, нереально смотрится. Я ее починял. Меня не надо снимать, потому что я за рулем ее. Можно хайпануть? Нельзя. О, не починил это, слышишь, это чудо. Удар. Да. Камаз втодерит. Четесь, да. Я знаю, что так сделать. В принципе, уже не жалко. Давай, садись на капот. Интересно, я знаю, у Энгелби, он будет ее в поле крутить. Но я думаю. Я боюсь. Садись, садись. Не-не-не-не. Да, садись. Не-не-не-не. Да, садись. Езжай, езжай, езжай. Нажми. Да, садись. Нажми. Не покрути. Вау, красиво. Ну, подарок, но жалко. На какашку наехал? Эй, почему-то мне сейчас чуть-чуть жалко, ну, плохо стало. Честно, сейчас чуть-чуть плохо стало мне. О, как. Через минут 10 Ахмед уже сожжет машину. Ахмед, честно сказать, зная, в каком состоянии эта машина, согласитесь, в идеальном состоянии эта машина? Тебе не жалко ее жечь? Нет, хорошая садина. Ну, честно, да, в идеальном. Тебе не жалко ее жечь, брат? Нет. Ее не жалко. Это то, что надо сделать. Надо уже вот конец, конец истории, чтобы был. Я понял, понял. Не, в принципе, я свою задачу выполнил. Я пригнал машину с наклейком Монастерой. Будь что будет, дальше уже меня не касается. Просто жалко эту машину. В принципе, типа, ну, не знаю, ну, 10 миллионов рублей. Может быть, для Ахмеда это копейки, может быть. Тут принципиальный момент, да, надо жечь? Надо, надо, конечно, 100%. Я понял. Меня деньгами, брат, мне такие страшные деньги, брат, предлагали за кое-какие рекламы. Я отказываю? Я понял. Мне оно не надо. Я понял. Ну, все, сжигай. А, кстати, эти деньги тоже будешь сжигать, да? Что хочешь делать с ними? Хочешь здесь оставить, хочешь себе за меня равенство. Нет, я себе не забираю, мне зачем они нужны? Деньгами вместе хочешь? Я у тебя спрашиваю, ты с деньгами сжигаешь? Это же твои деньги. Какие мои? Я их не принимаю. Вообще не смейте говорить мои деньги. Они моими не были никогда и не будут. Именно вот эти. Я понял. Поэтому, как твоей душой угодно, мне без разницы. Я оставлю их. Я оставлю. Мое не принял. То, что я не принял, моим быть не может. Я себе, я сказал. А ты принял? Че деньги в итоге? Это мои деньги. Заткнись. Пушино. Нет. А почему ты ее сжигаешь? Так, мы же с тобой договорились. Я сказал, я забираюсь и сжигаю. Я понял. Ты согласился. Сжигай, сжигай. Ну все. Можно покрутить ее? Мои деньги. Ахмель, что думаешь покрутить чуть-чуть? Как думаешь? Давай, давай. Давай, давай, закрой. Ооо, ооо. Ну все. Конец истории, которая длилась, наверное. Я смотрел почти что 8 месяцев. Точнее бы 7 с половиной месяцев. Единственная машина у Мерседеса, которую я бы купил, это Ешка. Я вот покатался на АВАЗе Ешке. Бля, ебать, кайф. Вот такой, знаешь, свой вот у нее вайп у этой машины. Поняли? Не, банан шляпа. У нее заднего привода нет. А вот именно вот Ешка мне что-то зашла. Жалко, жалко. Делаешь? Хорошо. Хорошо. Не, гелик это ну. Ну все. Не обсуждается. А это поле засеяно чем-то или простое? Грязь просто нереальная. Эй, она в идеальном. Зачем ее сжигать? Оставь ее. Нет. Разыграй ее. Нет, нет, нет. Как мне жалко. Нет, ты чувствовал, когда дрифтник? Олег, как ее жалко мне. Почему мне жалко? Хотя это уже не моя машина. Почему мне жалко? Резко забей сейчас просто резко. Все, ладно. Сейчас только на камне дрифтил или нет? Так, все, готовы? Давай я пригоняю машину свою. Давай, давай. Заливаем, заведенное сожжем. Тебе решать, я даже не знаю. Заведенное пусть будет. На, подержи. Молодец. Послушайте, мальчик. Да уж. Ветолет тоже подъехал. Что? Что? Я даже не знаю. Как ты думаешь, почему этому отстоять надо было? Он мне объяснил, что ему не нравится энергетик и все такое, что он хотел бы это унизить. Да, да, да. Предложил вот такую сумму вместо энергетика приклеить в наклейку. А ты понимаешь, что я заранее знал, что он сажает эту машину? Понимал. Да? Я понимаю это и поэтому это сделал, чтобы хайпануло и заработал все этого. Ты же понимаешь это, да? Конечно, конечно. И да, Ахмед пока отошел, я хочу вам сказать, что такой у меня и был план. План сработал. Я перед Ахмедом специально расскажу. Жалко, жалко. На самом деле вообще нет. Вообще не жалко. Песня на рубле сгорят. Злодей-то моё. Ахмед думает принципиально, что мне это плохо или этого. Понял? А мне нет. Неплохо. Едет на своём CLS. Может быть с этой Ешкой CLS тоже сожжём? Можно было бы. Мне кажется, если этот CLS сжечь, ну мне кажется, в медиаполе паника будет. Тем более у панатов в Энглбе просто, ну мне кажется, в этот день арбидола много выпить. Или как это слово называется? Вот это что? Гать. Заткнись. Ну нет, просто норм ебал. Багажник хочу показать вам. О, валидол, вот, да. Ахмед, это какое количество бензина ты взял вообще? 90 литров. 90 литров? А почему 95? О, я же сказал. Опять что-то хотел умное сказать, и не получилось? Да. Бывает, бывает. Это 95-й бензин? Да. 92-й. 92-й? Для дешёвой машины с дешёвой наклейкой. Как это дешёвый? 200 миналов? Приехали, брат. Надеюсь, нет. Банан очень красивый. Так не где-то реально сожжёт, да, в этом выпуске, в этом ролике? То есть не будет там перехода на Telegram, там, на Bigo Life. И да. На ICQ. Всё-таки, брат, подумай. Деньги. Эй. Ты же сколько-то Ахмед договорился с YouTube, да, или Асхаб договорился? Дальше предлагает мне. Не готов? Кто не готов? Оставь себе! Нет, нет, вообще нет. Он не обсуждается. Красиво будет. Надя, в жизни встали. Вы уверены, что именно эта машина горела? Потому что мы тоже сжигали Ешку, но... Правда, 53-ю сжигали, но какая разница? Может, они кадры вставили оттуда? Если закидываешь. Если не закидываешь, не закидываешь. Это чисто по твоему желанию. Не-не-не-не-не-не-не. Это твои деньги. Всё. Это не мои деньги. Всё, сейчас устанавливаемся и всё, сжигаем. Это мои деньги. Ты сказал, делай. Я их не принимаю. Я не принимаю. Я их тоже не принимаю. Это не мои деньги. Я свои деньги не сжёг сейчас. Понял? Я не свои деньги сжёг сейчас. А машину зачем ты так сжигаешь тоже? Машину, потому что проиграл в гонке, был договор. Это твои деньги. Проиграл в гонке, был договор. Не, 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 давай не надо сейчас меня сейчас мучать, я этот самый, я не забираю, эти деньги я тоже не забираю, они ко мне никакого отношения не имеют, это ко мне никакого отношения не имеют, все в машине есть, короче, машина, пока, все машина вот, есть, пока, СТС, блядь, а ведь из-за этого СТС Рапшант тогда на приори врезался, вот, когда он искал ее под машиной, Ам-ам, ам-ам, ам-ам-ам, а ам-ам-ам, не, типа, ам-ам-ам-ам, ну да, типа похавал, типа, что-то смешное, да, этому, да так, смешного отношения не имеешь, все машина есть, короче, машина, пока, ам-ам, ам-ам, ам-ам-ам, ам-ам-ам-ам. Все, а теперь в прекрасном закате сгорит Ешка Мелстрой, можно ли назвать это Ешка Мелстройем? Я думал, она называется Ракитка. Подожди, как по Мелстрой, ты же говоришь, дарю, морю, вот эти разговоры ведешь. Ну да. Ну за деньги, за деньги можно, да? Да, да, да. А, на отсылочке нету наводчиков, да, пацаны? Я просто не шарю. Смотри, работает все. Неужели они ее взорвут реально? Короче, все работает? Работает? Видишь, смотри сюда, в салон смотри. Все включается, видишь? Там видно все? Точно видно? Подожди, теперь смотри. Хоть одну деталь сняли, ни одной ошибки на приборке. Здесь, а что-то чаричнули с машиной, типа, сняли или нет, интересно? Все. Так, стокла я спущу, все четыре. Они даже поле как турецкое сняли. Убери сетку. Смотри. Сломал. Сумка здесь, смотри. Так. А ну-ка, подожди, спуще так. А почему что-нибудь спускается, да? Что, деньги здесь оставили? Да. Я пока камеру собирал, не видел этого. Так. Он решил так деньги оставить. Я не решал. Хорошо. Хочешь забереть, я туда не затрагиваться не буду. Так, я глушу ее. Потому что пока бензин буду наливать, мало ли, подожжется. Вот, спасибо за 37СК, ребята. Ура, 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 ура. Глушу машину. Спасибо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Сумку тоже денег стоит. Таким образом, звук уходит, бензина. Он так снимает крышку профессионально. Это такое чувство, как будто я ему помогаю сжигать. Он сам ее сжигает. Ражмель, лучше отдай кому-нибудь. Это правая, брат, вот левая. Помоги кому-нибудь. Нет же? Бензин? По-моему, бензин. Блин, мне страшно. Самое страшное, что этот бензин раньше времени может бахнуть, так как машина горячая, выход накаленый, может оттуда бахнуть, скрылась. Салон? Вот это единственное, что бывает. Опасно. Солнце, да, но солнце не так сильно. Так. Такой запах бензина. Оху-е-е. Пожалуйста, бензин. Оху-е-е. сумка прикинь честно учат уже надо было сумка открыть и внутрь залить еще бензин вода но это же не вода и почему так жалко как будто мы не делали то и у него вот и провокатора туда прям горит у него есть время передумать или нету не уже брат все серьезно вонять гаджишка делает там где он подожди ага гаджишка делаешь гаджишка снимаешь гаджишка молодец гаджишка гаджишка прикинь вот и провокатора туда прям горит у него есть время передумать или нету по гаджишке соскучился надо видеть серьезно вонять будет не по его составу по его стаи тоже соскучился бензин не бензин бензин гаджишка его стаи ой что там неплохо смотри между дверями нет я не хочу ему помогать я был за то чтобы он оставил как я могу подарок который я подарил ему сам жечь и даже вопрос подарок хоть не говори да это подарок деньги тебе дали за нее но брат подарок что типа мне подарил ты деньги заработал мусор убирать все будут помогать мне кто здесь есть как скажешь ладно враг а он просто пропитал бензиномашину всю вот 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 именно на свою сумку мы больше делаем бензина от этого может быть паничка это мне показалось что этот эвакуатор лет энерджи обернули брат да как раз налейся я думал как будто хватит нет тоже показалось добрать мне кажется хватит брат сколько сумка стоит 200000 все как будто на эту минуту горит машина ахмед так решил я не забуду твою улыбку я думаю хватит мне весь бензин капот налей капот капот налить бензин залей туда просто мем как он заливает а есть обратно дать можно как-то привести ее в порядок или нет они брат а нет у вас такой мысли что монстрой заплатил в ангелбе тоже чтобы он жёг эту машину может быть может быть никто не знаю такие мысли не чуть-чуть как мужчина отвечает мне никто ничего не платил может быть не почему сам я думаю хватит как будто да давай уже кажется тоже топлива на самом не сгорись ним что-то плохо вместо умывается волнуется ахмет не волнуйся панички опять паническая атака убираем бензин да 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 давай все хватит брат 50 лет уже засуну кто проигрывает в гонке подвигает свою машину за это конец во первых изначально мы так неужели это конец не договаривали при за камеру наши договорились изначально мы так не договаривались ты не предупреди в меня на всеобщее образе обозрение выкладывайте кто проиграет отжигает машину хорошая история получила знаете как будто я из предыдущей серии тамаев украл машину в энгелбе и кричал на весь мир что это моя машина в энгелбе не предпринял никаких действий а также отправился к себе домой и чилил на своей прироре перерори перерори тамаев приехал сам к нему из чечни дагестан и подарил машину с наклейкой малстрой а также хотел ему втюхнуть 15 лямов от малстроя но в энгелбе не хотел портить отношения с латвиным и поэтому отказался от этих суммы и сказал что пошел он нафиг смотрим это кто пропустил ну вот как скатка с сестра таланта но я не верю что я вот смотрю это на youtube и он пропустил это уродов тг ребят тг тг продав то продав то есть так Готовы? Ты точно готов? Ты точно готов? Вот и опасный. Надо было со ствола, брат! Покажи, умоляю! Нет, прошу, не ТГ. Вот и опасный. Умоляю! Охуеть, ебать, он слайпер, брат! Ох, ебать, ебать, кайф! Вау! Но, брат! Это очень... Какая она красивая, брат! Мой новый проект. Мерседес Е63С. Бля, ебать, он красивый. Реально, крутой проект. Это будет самая быстрая Ешка не только в России, но и в мире. Вау! Бля, мне очень красиво сделали. Молодцы, брат. Молодцы, подготовились, поняли? Ну, реально, с видосом поработали, брат. Не просто сошли, понял? Ну, ладно, сошли, ну, типа, мы поняли. Красивый сделан проект. Сгорела машина! Да не, как она... Самая жесткая будет, это... Вот, когда ты на нее смотришь... Он сожег машину! Вот так будет, скажем, кто будет много разговаривать. Она может взорваться? Да-да-да, может. Отойдем, отойдем. Пневмо-балон, как она села? Смотри, сними ее. Да, ебать, она села, брат. Ну все, конец истории. Я проиграл машину, в итоге это... Ух ты, закрылись! Приклеил наклейку Монострой и подарил Ахмеду, он решил ее сжечь. Ушли 15 миллионов рублей, ушла Ешка, в совокупности 23 миллиона рублей. Это был мой подарок, и с моим подарком сделали... Свет, смотри, включился! Почему так? Охуеть! Вот так будет, скажем, кто будет много разговаривать. Блин. Она может взорваться? Да-да-да, может. Отойдем, отойдем. Прямо-балон! Опять душа, бля, это реально... Я столько машин... Еще назад? Да-да-да, не-е-е-е, как она... Смотри, она сама закрывается. Брат, у нее, мне кажется, она реально, ну, типа, у машины есть душа, мне кажется, реально... Он сожег машину! Да. Вот так будет, скажем, кто будет много разговаривать. Она может взорваться? Да-да-да, может. Закрыл, интересно. Прямо-балон! Как она села? Смотри, сними ее! Ну все, конец истории. Я проиграл машину, в итоге отобрал. А может быть, что машина поняла... Во, да-да. Может быть, что машина поняла, что машина горит, типа, из-за этого все стекла закрыла? Может быть такое? Приклеил наклейку Монострой и подарил Ахмеду. Он решил... Наоборот же надо открывать. Ушли 15 миллионов рублей, ушла Ешка, в совокупности 23 миллиона рублей. Это был мой подарок, и с моим подарком... Свет, смотри, включился! Почему так? Ах, блин, мать красивая. Нет, это нереально красивый брат. Вообще, как будто похоже на монтаж. Да же, пацаны? Выключились. И она может взорваться, да? Как он куртку сгорается? Уйди с камеры! Как ты что делаешь? Все, сгорело! Ага, воздух ходит! Бах! Вах! Вах! Это бак или воздух? Все, машина сгорела. У нас очень быстро вспыхло. Ну что, поздравляю тебя. Лучше горит. Ты сегодня потерял 23 миллиона рублей. Я ничего не терял. Мое от меня никогда в жизни не уйдет. Понимаешь? То, что мне предписано, оно всегда останется моим. То, что мне не предписано, оно не мое. И не было моим никогда. И не станет. Но я хочу признать тот факт, что ты реально в голодоке. Смотри, горит. Горит фара, брат. Что сказать? Ты победитель этой истории. А я проигравший. Все, Асхаб. Я тебе желаю искренней удачи. Пусть у тебя все получится. У меня уже получилось. Да. У меня уже получилось. Удачи тоже будет получаться. Чего надо дрехтить? Тебе удачи. Чего надо дрехтить? Дрехтить. Дрехтить. Как ему не жалко было, брат. ЦЛС так пускать есть. А какашка? Ау, как близко, брат. Охуярит. Трактор хуярит. Смотри. Смотри. Монтаж конкретивный. Очень красиво, брат. Нереально просто красиво. Съемка, монтаж. Пацаны постарались реально, брат. Монтаж просто ебаный. Не, венглобе красавчик, брат. Ну, просто кадр ебанутый. Ну все, на этом история закончена. В этой истории проиграл по факту я. Моя машина сожжена. Е63, в котором было тысяча лошадок. Ахмед, мне не даст соврать. Ждем новую историю, брат. Вот если не было там, я сделал все возможное в плане этой машины. Но она была быстрее. Просто не хватило опыта. Не буду говорить, вы сами видите, что с ней случилось. Конец был в любом случае один. Она должна была быть сожжена. И это Ахмед сегодня сделал. Я тебя поздравляю. Твоих подписчиков, фанатов тоже. И, брат, я бы хотел сказать, что как бы, чтобы роликов не было бы, за все мои косяки перед тобой извини меня. Вот, я думаю, ты меня прощаешь. В любом случае, в любом случае, конкурент в момент не уходит. Вот. Я... Ты, это самое, своими делами занимаешься. Мужчина молодец. Все у тебя будет хорошо. Да? Да, молодец, брат. Машина сожжена. История закончена. Я не хотел бы к этой истории возвращаться. Но... И буду в какой-то степени расстроен, если ты решишь, там, взять новый автомобиль, снова вызвать меня на голову и так далее. Я уже взял. Окей? Я уже взял. Эту машину ты знаешь, все ее знают. Я ее покажу. И, кстати, не буду говорить, все ее знают эту машину. Не взорвался. Да? Давай, наверное, попрощаемся. Да. Мы эту историю хотим больше одного года. Нет, нет, нет. Есть что сказать вообще зрителям? Нет. Абсолютно нет. Вот. Ну ладно, все, спасибо тебе. Я все, что надо было сказать, сказал. Большое спасибо. Да. Баркала. Всем огромное спасибо, кто меня поддерживал. Адекватные люди со мной. Выдачи в Москве. Да, неадекватные со мной. Но их тоже немало в любом случае. Давай, давай. Неадекватных тоже немало, да? Так что все, давай я завершу. Все, на доброй ноте расходимся без... Без хипиша. Да, на доброй ноте расходимся. Конечно, у нас нет никакого хипиша. Все, все. Это... Но, но, но. Ну, завтрашний день, чтобы хипиша нового не было. Нет, но хипиша нового не будет. Но у меня есть одно предложение. Я купил уже новую машину. Я хотел бы суету одну. Гонку. Но мы вернемся в это. Ну хорошо, поговорим. Да. Все. Тебе мотострой не поможет. Это будет стоить дороже, чем ты думаешь. Опа. Новые серии будут. Бля, охуенно, бля. Так, третий сезон, блядь. Зламаев купил у Левела машину. И это теперь его машина. И теперь он ее хозяин. Ахуеть, поправляет, брат. Теперь это его сериал. Так, ребята, многие из вас в курсе, когда я разбил теслу, которую я выиграл в гонке. У меня эту теслу выкупил Бабек. Бабек. О, Бабек тоже здесь. Ассаламу алейкум. Алейкум. Брат. Я с Ахмедом общался. Вот. Ахмед никакую не хочет тебе ее продавать. Он говорит, что эти деньги с продажи ему не нужны. Ему это не интересно. А почему? Деньги лишними не бывают. Конечно. Вот он не хочет принимать подарок от Монстрои. Вообще, Ешка это подарок от меня. Да. Но он вообще не хочет связывать себя с этими деньгами. В принципе, в принципе, мне интересно. Я его знаю, брат. Он это продавал. Он продавал М5 F90 в разъебанную. Хлам за 5,5 продал. Бля, молодец. Как он тут делать, я не знаю. Продать? Но. Что тут интересного купить? Что тут есть? Там тут ничего не осталось. Смотри, лично. Но. Да, да. Тут пробег всего лишь 60 тысяч. Да, да, да. Не нарушила геометрия. Была бита не крашена, но она теперь бита была. Но я привел полный порядок, как ты видишь. Но получилось, что получилось. Смотри, в целом, да. Вся мне эта история прежде всего интересна, как бы с точки зрения, не буду скрывать, да, в этой истории есть очень большая доля хайпа, да. Она очень распиарена, так же, как это вся ваша история с Ахмедом, с Томаевым, гонки и так далее. Тем более, мне очень интересно находиться именно на финальной части этой всей истории. Потому что это главный ролик нашей всей истории. Это самый главный. Главный ролик всей этой истории. А во-вторых, да, как бы с точки зрения бизнеса, я попробую что-нибудь с нее вытащить, потому что я думаю, что-нибудь с ней получится. Короче, я хочу за нее 4 миллиона рублей. Не, 4 много, брат. Она по факту, посмотри на нее, она горит, да. И тут, как бы, очень много есть моментов для торга. Она по факту... Четыре. Четыре. Бля, Томаев, бля. Бля, брат, он реально выжимает, брат. Он реально, брат, выжимает все соки. Вот просто монетизация. И он, бля, он реально вот просто опахан, понял? Вот он просто со всего, брат. Даже, бля, тоже... Хорошо, что рюкзак не предложил Бабеку забрать такие... Сожженный рюкзак. Не шевеет. Горячее предложение только сейчас. 4 миллиона рублей. Давай сделаем полтора по рукам, брат. Полтора, какой полтора? Ну, полтора нормально, брат. Какой полтора за наклейку получишь? Я команду сюда привез, туда-сюда, расход сделаю, брат. Команду аварский хэнгал я сделаю, отпущу домой, нормально все будет. Короче, давай, брат, хорошо, смотри, я тебе скидку сделаю, 3 миллиона рублей. Все по рукам, брат. Знаете, я скажу вам так, то, что Асхаб, да, вот я с ним уже не первую сделку делаю, да, вот с ним реально сложно торговаться. Вот ты очень круто торговишь. Да, бля, он вообще... Брат, деньги люблю. Я не снимаю, понимаю. Бля, это пиздец, брат. Я же вам говорю, вот чисто читаю ролик, брат. Деньги люблю. Молодец, хорошо? 3 миллиона рублей? Бля, а что он, он? Это может за интеграцию забрать 3 миллиона или за машины, я не могу... Типа, что вот это? Как это? Деньги люблю. А так, в принципе, ребят, по факту, без обмана, Бабек согласился, говорит, поддержал наш проект. Бабек занимается выкупом битых автомобилей. Ооо, это за пиар, брат. Все могут присылать битые автомобили, желательно премиум-классы и с этого тоже зарабатывать комиссию. Он так смотрит. Давайте вашу машину. Заткнись, ну, брат. Стримлю же я. А она электронная, нормально все. Она электронная, все, все четко, да. Три миллиона рублей, да? Он думал, что жаль. Брат, второй ключ, по-моему, Ахмед Джог. Да ладно, чувак. Ахмед, второй ключ Джог же, да? Да, да. Он Джог второй ключ. Брат, ключ я был, он с собой забрал. Все нормально, мне этого хватит. Все, поздравляю тебя с покупкой. Кстати, у меня три ключа от НПТ осталось. СТС и ПТС. Может пихнуть кому-то? Давайте таргет откроем, пацаны. Пять миллионов рублей, вот прямо сейчас я отдаю, брат. Все. Все. И даже если завтра объявится эта машина с перебитым видом, я без разницы, я ни при чем. Все, спасибо вам. Пять миллионов. Нет? Четыре пятьсот по рукам. На, делаешь. А где машина? Все, ребята, это видео подошло концу. Большое спасибо всем вам. Я старался делать для вас интересный хайповый контент. Надеюсь, у меня это получилось. В любом случае просмотры и тренды, которые мы занимаем, всегда об этом говорит. Эта история закончена, начинается новая история. Я вам обещаю, новая история будет не менее интересная. Я купил уже машину. Про эту машину знают все и вся. Вот. Эта машина реально рекордсмен. Я говорю, это не на словах. Вы можете потом эти слова мои громкие ставить. Поняли? Вы будете очень сильно удивлены. Узнав, какую машину купил. Поэтому вы были на канале Асхаб Тамайя. С вами был Ахмед. Частичка Малостроя, которая залпотила неплохие деньги. Да, может быть зашкварно, но заработали огромные деньги. Эй, парни, это у Левела. В принципе, что сказать. Отвечает у Левела машина. Жалко, обидно эту машину. Это было... Надо не хотел говорить. Короче, Левел сейчас хочет собирать. Новую платформу. С58М3G80. Я выступаю в роли как донора. Моя машина будет. И поэтому они, видишь, опять слили. Да, Левел слили. Вот. И я, типа, если что-то бахнет, они мне сделают. Вот такая тема. Такая маленькая частичка души. Но жалко. Все, ребят. Ставьте лайки, комментарии, подписывайтесь. Мне будет приятно. Не, Булкин это у Булкина. Это его машина. До новых встреч. Я скоро вернусь. Пока. Это его машина. Какая-то СТСК оказалась у нее в руках. Он же ее внутрь засунул. Я вот это вот не понял момент единственный. Может, аппарат достали, типа, в рекадра? Я кайфанул просмотрит ролик. Честно. И очень буду ждать. Я уже жду, когда он выгонит эту новую машину. И пойдет эта суета. Вызовы, мызовы. С тем всем этим. Потом будет финальный босс. Будет финальный босс Вэйнглби. Будет, бля, поправит. Очень сильно, бля, заправит. Будет инвесторов. Но обслуживаю.